Здесь был центральный вход, то есть приемный покой, куда привозила скорая. Дальше у нас здесь был бокс. Дальше здесь средние двери. Это для раздачи. Сходили, носили еду с пищеблока. Дальше у нас вход был рентген-кабинет и лаборатория. Это для наших больных, потому что у нас в поликлинике старое было очень мало места. И у нас на первом этаже здесь располагались и физио, и лаборатория, и рентген-кабинет. Татьяна раньше работала в больнице. Говорит, здание было красивым, а территория вокруг ухоженной. Постоянные субботники, как внутри, так и снаружи. Здание 6-й городской инфекционной больницы в 2000 году передали детской неврологии. Спустя 5 лет неврология переехала в другой корпус, а здание 6-й больницы осталось пустовать. Раньше был сторож, а за территорией продолжали следить. На ее площади три строения – гаражи, пищевой блок и сама больница, вокруг которых раскинулась территория в 6000 квадратных метров. И где-то в 2010 году финансирование прекратилось, потому как здесь никого не было. Потом где-то, наверное, лет 7 она стояла неотапливаемая, без света, безо всего. А за последние три года, за последние три года, даже вот за этот год последний, вот превратили вот в такой вот вид ее. Вскоре из здания стали выносить абсолютно все. Пропали металлические решетки с окон первого этажа, канализационные люки и оставшиеся оборудования. Дыры в земле закрыли обычными дверьми. Татьяна рассказала, что старается не пропускать на территорию детей, но сделать это не так просто. В больницу можно попасть с любого входа и, к сожалению, остаться в ней навсегда. Например, подвал зданий затоплен водой, а в открытые канализационные дыры легко провалиться. К тому же в больнице поселились люди без определенного места жительства, а по прилегающей территории разбросаны пустые шприцы и стеклянные бутылки. И, к сожалению, здание по-прежнему притягивает к себе людей, хотя смотреть тут не на что. Голые стены, в которых не осталось ни следа былой жизни. А ночью заброшенная больница выглядит прямо как в фильме ужасов. Оно находится за остановкой общественного транспорта. В тени деревьев даже сложно разглядеть ее силуэт. Местные жители рассказали, что раньше по тропинке рядом с больницей люди сокращали путь. Теперь здесь не то, что дети. Взрослые боятся ходить. Она никогда не пустует. В течение 24 часов здесь собираются люди. Люди – это разновозрастного характера. Здесь дети, взрослые, очень взрослые и не очень взрослые. Вот здесь в буквальном смысле вандализм. Кто-то что-то тащит, кто-то кричит, кто-то ругается, кто-то пьет, кто-то бьет. Местные жители рассказали, что неоднократно вызывали полицию. Но, как говорилось ранее, выйти из больницы можно с любого выхода. Злоумышленников практически никогда не удавалось поймать. Но, что хуже всего, здание разрушается. За последнее время, особенно за последний год, здесь происходит обвал, разрушение полнейшее. Вот недавно обрушился балкон. Хорошо, что, наверное, никого не было, никто не пострадал. А так здесь аварийная уже, наверное, ситуация. До остановки общественного транспорта рукой подать. Но если раньше местные жители обходили заброшенное строение вдоль дороги, то теперь остерегаются ходить даже там. Остановка, автобусы, маршрутки. Выходят люди, и вот такая вот, вот такая картина. И еще сидят на остановке вот эти же бомжи, вот эти наркоманы. И когда выходишь, идешь, и так и кажется. Сейчас за тобой пойдут, и что-нибудь тебе сзади там, что у него в голове, ведь мы не знаем. Местные жители обращались и к депутатам. Те обещали разобраться с ситуацией, вот только дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В здание продолжают ходить как дети, так и взрослые. Татьяна Николдаева рассказала, что однажды сюда пришли родители, у которых пропал ребенок. За несколько часов до этого мальчик хвастался в школе, какие у больницы катакомбы. Татьяна вместе с родителями обошла все здание несколько раз. И хоть на улице стоял день, а в руках у них был яркий фонарик, ребенка так и не удалось найти. Родители предположили, что он пропал где-то еще и отправились на поиски в другое место. Неизвестно, какой конец у этой истории. Татьяна предположила, что может этот случай отпугнет всех желающих прогуляться по заброшенному строению. Наша телекомпания отправит запрос в администрацию города с целью узнать, какая дальнейшая судьба у некогда красивой больницы. Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.